Господи, благослови, мы отправляемся в рулетку. В русском мы проповедники Евангелия, Слово Божие. Вот у нас книга есть такая, Святая Библия называется, вот она. А вы от какой Библии идете? От Иисуса и Христа? Да, мы православные христиане. А не от свидетелей Бога? Нет, это еретики. Мы верим во Христа, Спасителя нашего Иисуса. Верим, что у человека есть бессмертная душа, суд Божий. Как Лермонтов писал, есть Божий суд на перстике разбрата. Да, я согласен с вами, но откуда вы, интересно, чем вы объясните стих из Библии? Не делала себе кумира никакого изображения. Правильно. Вот вы хотите больше узнать, это будете по скайпу. Запишите, где нас найти, наш ресурс. Тут-то мы не успеем отсидеть. Да, я не успею мне скайп. Запишите мне 4 с... Нам не нужен скайп, нам не нужен скайп, русские люди. Я вам отвечу на вопросы, я вам ответил, где чего-то вам нужно. Вы спросили, вопрос задали, а я не могу долго отвечать вам здесь. Вы говорите, не сделай изображение, а где вы это считали? Сейчас я вам отвечаю. Обожите. Вас заставляет. Скажите, вы где это прочитали такое? В Библии я прочитал. Ну где какое, назовите место Библии. Назовите место Библии. Так, это книга из... Это заповедь Божия. Ну вот, подойдите, станьте, чтобы видно, пригласи его поближе к тебе. Десять заповедей Божьей. Обождите. Видите, вы забыли об этом. Так, обождите, вы позовите рядом, кто вопросы задает. Я ему сейчас отвечу. Подойдите. Да, я подошел к нему. Ну давайте сюда, рядом. Опустите голову свою, сделайте, чтобы видно было. Голову пониже, чтобы вас далеко не видать. Видно было? Хорошо. Вот он, слушайте. И это написано книга, исход, 2 Моисеева, 20 глава. Не сделай изображение. А в 25 главе, в 25 написано, сделай изображение. Сектанты и еретики дальше не считают. Нельзя делать то, что от Бога уводит. А что приводит к Богу, то надо сделать. Вас обманули. В этой же книге написано, сделай изображение двух херувимов. Христос пришел в храм, а в нем были иконы от пола до потолка, внутри и снаружи. Новое изображение двух херувимов? Что-то я не видел такого в Библии. Я вам повторяю. Книга, исход, 25 глава. Внимательно записывайте. Когда Христос пришел в храм и говорит, дом мой, дом омолитвы наречется, мой дом. Подождите. Херувимы действительно были сделаны в скине. Я вам отвечаю. Это написано в книге. Они были действительно сделаны в скине. Но они были закрыты. Закрыты от чего? От видения, соответственно. Ну сделай, однако, неважно где будут. Не сделай и сделай. Сектанты не могут совместить это. Потому что они еретики. А вот 41 глава, 17 стих, из Икииля. Написано. И были изображения от пола до потолка, внутри и снаружи, в храме. Не закрыты. Откройте книгу из Икииля, 41-17. В описании даже знать. Это вы имеете в виду примерно то, что видел якобы Иезекииле в своих видениях? Нет, нет. Это сделано было. Это храм. Это храм. Храм был такой. Его устройство. Христос зашел в этот храм и выгнал торгашей. Я вам подсказываю. Вы внимательно слушайте. Вам охота больше узнать. Запишите наш ресурс. Открытым оком во свете Библии. Это наш YouTube канал. Во свете Библии открытым оком. Вы там найдете многое для себя. А вы-то как тут вообще попадаете? Я не попадаю сюда. Я вам сейчас скажу как. Вчера хоронили моего брата. Верующего во Христе. И он работал здесь как раз в этой рулетке. А теперь его нет. Он там немного был. Я решил узнать, что это за рулетка. Мне помогли зайти. Я проповедник. Я вижу много грязи здесь. Но есть люди, которые нуждаются в этом внимательно. А другие бывают материнцы начинают. Мы строим с нуля деревню православную. Где ни пить, ни курить, ни материнцы, ни воровать нельзя. А можно узнать откуда вы сами? Город Барнаул, Алтайский край. Российская Федерация. Вы, которые вам это неправильно говорили, вы их призовите. Мы по скайпу поговорим. Я отвечу вам на все вопросы. Мы миссионеры. Мы проехали всю Европу. У меня из печати вышло 38 книг моих. 38 томов. И я в каждую библиотеку дарил. 660 городов проехали. До Лиссабона, от Владивостока. Поэтому вам есть что взять здесь. То есть целое сокровище вас ожидают. Нет, 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 батюшка, батя, нам брать чужого не надо. Вы не знаете, что это не чужое, а свое. Бог дал. Перед Христом мы все одинаковые. Не надо, не надо. Давай не будем это рассуждать. Ты давай тоже вспоминай старые войны, которые сейчас опять начинаются. Это все выдуманные боги, а это живой бог, к которому молимся. Язычество осуждено. Опять все начинается, батя. Опять все начинается. Понимаете, что вы не знаете, что такое язычество. Происхождение его. Мы не знаем, просто наших пацанов опять отправляют. Язычество? Он не знает. Вот оно, язычество, допустим. Вот оно. Ты умрешь, ты туда пойдешь. Кому молишься-то? Какой у тебя бог-то? Кто мир сотворил-то? Крест у нас бог. Мир кто сотворил? Мир кто сотворил? Христос воскрес. Мир нас бог. Христос? Во имя Иисуса Христа мы призываем людей покаяться. А изыщество? Изыщество? У вас по-своему, батюшка, у вас по-своему, у нас по-своему. А Христос-то один. Христос один. Но язычество, зачем ты языческие знаки навешиваешь на себя? Это противно. А потому что я не вижу. Вот скажи вот мне, что хорошего Бога его народа, так сказать, Израиля, за весь Ветхий Завет, что он хорошего сделал? Ветхий Завет? Я не могу понять. Я вам отвечаю, не можете понять. Слушайте внимательно. Ветхий Завет предсказал нам о том, как было грехопадение, и как Господь обещал, что придет миссия. Грехопадение с этим все понятно. Адам и Ева. Ну дальше-то он обещал, что Спасителю мира придет, и он пришел. Главный Ветхий Завет, он подготавливал пришествие Мессии, Христа. И это исполнилось. Ветхий Завет – это тень будущих благ. В Ветхом Завете, понимаешь, Бог описан таким образом. А злобный, очень злобный, достаточно злобный. Я вот этого до сих пор не пойму. Ну вот я вам говорю. Свой народ наказывать, брать, столько, чтобы он в рабство пошел. Почему Богом охраняемый народ должен в рабство идти? В Вавилон. Объясни мне. Для того, чтобы избавиться от идол, которым поклонялись они дома на родине. А там они уже не поклонялись. Пророк Даниил говорит об этом. Когда люди не слушаются, Бог посылает казни, болезни, войны. Смиряет человека, чтобы душу спас. Я вам отвечаю на ваш вопрос, не перебивайте никогда. Так, запишите наши ресурсы, и вы придете, я вам там подробно отвечу. Открытым оком во свете Библии. Это видеоканал. Открытым оком во свете Библии. Оком? Нет. Там Бог плохо поступает со своим народом. Очень, достаточно плохо. Да, понимаете, это Сатана научает так говорить. Бог сотворил вас. Посмотрите, какие у вас глаза хорошие. У вас руки двигаются. Вы можете воздух перерабатывать. Это Бог сотворил. И вы на Бога ропщите. Он дал вам жизнь. Дыхание, и все дает. 17-я глава Деяния апостолов говорит. А человек ропщит. Вы поднимите любой палец, он куда хочешь повернется. Кто это сделал? Батя, Батя, Батя. Нет, это не хотелось конкретно про меня. Батя, можно вопрос от меня? Можно, давай. Он не культурного человека, Батя. Сколько ты получаешь пенсию от Российской Федерации? 7 тысяч. 7 тысяч 141 рубль 33 копейки. Какого года ты рождения? 39-й. 1939-й. И ты так получаешь мало? Ну да. Это мой путь. Мой путь. Как ты выживаешь? Можно поинтересоваться? Ну как выживаешь? Мы постимся. Мы не пьем, не курим. Поэтому живем очень экономно. Тем более мы строим с нуля православную деревню. Картошка своя. Лук там все свое. У нас очень мало идет на питание. Мы стараемся еще десятину платить. Нищих найти, кому-то помочь. Жена, дети, да? Что? Жена, дети, все правильно. Все продвигаются, правильно? Я вам говорю о Боге. О Боге. Что задумайтесь о жизни. Она пустая, бесцельная, универующая. Я говорю о вас. Да не обо мне. Мы не о себе говорим. Я уже ответил о себе. Я вас ничего не спрашиваю. Я говорю о ваших детях. Как ваши дети начинают продвигаться? Да не о детях говорим-то. Вы не о том говорите. Мы проповедуем Христа. Давайте начнем с этого. Давайте начнем с этого. Вам это не надо. Вы подумайте начать с того, как вам спастись. Вам этого не надо. То есть вы не хотите знать. Не хотите. Это все кончится. Тогда о том Иисусе вы вообще говорите. О том, который был на земле, умер за наши грехи. Вы, скажите, об Иисусе тему затронули. Вот у вас семья, дети есть. Вы скажите. Вы желаете спасения души после смерти? Нет, нет, нет. Скажите вот изначально. У вас семья, дети есть? Скажите. Я вас сегодня спросил. Я вашу национальность не спрашиваю. Потому что во Христе все едино. А это сатана вводит другими путями. А национальность? Мне без разницы. Я вот хочу спросить вас. У вас семья, дети есть? Я ответил вам и о пенсии. Все ответил. Вам остальное не надо знать. Вы скажите. Спасение во Христе вас интересует? Понимаете Богу? Если вы слушаете Богу. Соответственно, я должен знать. Есть ли у вас семья или дети? Вам не надо это знать. Вам надо знать, спасенная душа ваша будет или нет. Это бабка у колодца спрашивает. В чем тут моя душа? А, вот это и оно. Это сатана так человеку мозги сворачивает. А давай я буду узнавать. А у Путина где жена? Где она? Почему не женой? Это ничего не даст. В чем тут Путин? Не надо Путина. Надо молиться. Молиться за Путина и за всех. За Путина никто не говорил. Мы все. Везде говорят. На каждом шагу. У нас плохо живем, потому что не такой правитель. Ну, в горах, может быть, говорят. Вы в России живете? Мы можем определенно говорить про Путина, но мы конкретно о Путине не разговариваем. Вот. Мы когда говорим о всем, о всем надо говорить и сказать, мне ничто не мешает. Ничто не мешает уверовать. Ну вот, вот, вы мне скажите. Священник, вы неправильный священник. Вот вы мне скажите, у вас семья есть? Вам не надо это еще знать. Вы скажите. Но есть семья. Вы сейчас узнаете все в мире, узнаете, а душа не спасенная. Какая вам польза от этого? Да, при чем тут? Я вот говорю, вот, спрашиваю. Это легкомысленный человек, который смертельно больной. Он врача спрашивает. А какой вы? Ему не надо спрашивать. К нему пришел врач. Больному, смертельно больному. Вы смертельно больные без Бога. Хорошо, я спрошу по-другому. С Иисуса Христа надо пример брать? Надо брать. Вот он и есть единственный пример. Веруйте в Иисуса Христа и спасетесь вы и весь дом. Иисус Христос был женат. Что он говорит? Иисус Христос. Иисус Христос был женат. Иисус Христос был женат. Нет, конечно. Зачем такие вопросы задавать? Тогда не надо никому пример брать с Иисуса Христа. Да, и не надо никому жениться. Вас что это так? Женский вопрос так интересует? Вам это достаточно? Если вам разрешат... Батя, да ты сам заблудился. Ты сам заблудился. Не знаете. Вы о Христе больше не знаете. Ты сам знаешь, что такое Иисус? Христос – истинный Бог. Это Бог пришел на землю. Бог воплотился. И Бог тебе судья. Понял? К вам сегодня... Он стущался к нам. Батя, заблудился ты. Подождите, Сергей. Успокой его. Там сатана мешает. Сегодня Господь стущит ваше сердце. Сказать о Господе, что пришествие очень близко. Мы стоим чуть не на последней версии мировой истории. Нас интересовать должен вопрос – спасусь я или нет? Я умру, душа куда пойдет? В ад, в огонь или в Царство Небесное? Один вопрос так и стоит – спасусь я или нет? А он вас крутит, где попало? Христос, женаты? Ну что это? Безумие одно. Ну а как? А как? Иисус Христос, он, как известно по Библии, до 33 лет прожил неженатым? Вот беда какая у вас. А у нас следовало, соответственно, примеру Христа. Мы вас не спрашиваем ни о чем. Один вопрос – хотите ли вы знать о спасении, о Христе? Если не хотите, значит, мы прощаемся, чтобы время не тратить на вас. А, ну все, ладно. Богу нашему слава, во веки веков, аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Если вам понравилось наше видео, одобряйте, ставьте лайк, а также поделитесь с друзьями о просмотренном в соцсетях, Вконтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках. Добавляйте в плейлист. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, это даст вам возможность узнавать о новых видео, которые обязательно будут выходить на нашем канале. А также смотрите другие наши видеоролики в нашем богатом видеоархиве. Помоги вам, Христос! С Богом!